приветствую всех зрителей подписка в канал а также гости и пришедших для просмотра данного ролика короче задавил он не на канале начинаем заново почему начинаем заново потому что собрал себе новый комп не хочется эту игру в 4k все-таки записать выложить короче играем 4k разрешение также буду по серии снимать хотя сначала все скопом сразу снять но объем файла получается большой мне как бы все равно у меня достаточно дискового пространства чтобы этот файл уместить но youtube по-моему больше 250 гигов не дает заливать а может даже больше двух кто поэтому также буду сериями по часу новая история начинаем щадящий режим от новая ячейка все поехали играть короче пробовал тестировал 4k записать фут-фут-фобли вроде все окей все пишет но сейчас пока что все это делает один компьютер у меня так как они сеяли ветер то и пожнут бурю вот у каждого выбора есть последствия в будущем некоторые решения спасают жизнь другие же ведут смерти короче стриминга в пк у меня уже тоже собран колесо 80 метров высотой джефф можешь представить ну я пытаюсь с него наверное вид на сотни километров мы должны на нем прокатиться если тебя это порадует а меня радуешь ты подожди субтитры субтитры нужны субтитры так вот здесь такое чувствительное управление звук и язык так хочется прямышкой подключал что хорошо я включу пока режим звука у нас ночной домашний кинотеатр наушники телевизор звуковая панель да нафиг нам этот режим звука не нужен так вот короче стриминга в пк уже собран единственно что нужно на него все поставить установить подключить но это чуть попозже пока что на это у меня нет времени можно было конечно этим сегодня заниматься но решил я записать ролик выходит ты от меня не устала после целого дня замужества я никогда от тебя не устану ловлю на слове дорогая кажется пришли о да тут чудесно как в рекламе офигенно ну пойдем мы тут что одни наверняка все еще утром побежали на выставку еще раз еще раз и понастойчивее вот тогда да я не так представлял первоклассное обслуживание наверное все чем-то заняты так дела не делаются раз не спешат значит хотят чтобы все было идеально вот моя мари во всем видит что-то хорошее я приношу извинения за то что напугал и заставил ждать надо было кое-что уладить обещаю что отныне вас ждет только хорошее я рад что вы выбрали наш отель вот распишитесь впервые в чикаго рискну предположить что вы приехали в город ради выставки вы правы да но это не все сегодняшний день для нас особенный молодожены это же просто замечательно я полагаю что миссис уитман захочет расписаться да сегодня начался наш медовый месяц мои поздравления прямо так обрадовала в такую слезу отдали нужная комната получше номер для новобрачных ой он он намного дороже не тревожьтесь доплачивать ничего не нужно это подарок отеля вы у нас первые молодожены как это мило спасибо мистер холмс генри говард холмс у вас прекрасный отель мистер холмс о благодарю я сам его спроектировал так вы архитектор 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 конструктор строитель врач художник у меня много разных интересов впечатляет можете осмотреться мы продаем разные мелочи и сувениры я отнесу багаж в номер и прослежу чтобы все было в порядке просто запишите что хотите купить и я внесу это в счет спасибо мистер холмс вы очень добры все для наших гостей в прошлый раз я выбирал вот эту штуку но я буду также делать выбор моральный принцип обновляется при важных сюжетных развилках ой простите мисс осторожно знаете мой муж просто не выносит нахальных мужчин какой славный парень и как дела в браке спасибо не жалуюсь пойдем наверх наверняка все готово ты что нибудь присмотрел симпатичное на прилавке в твоем вкусе все тебе скажи интересно что там неужели я женился на авантюристке колесо обозрения тайная комната мы что ищем приключений возможно здесь просто идет ремонт вот тебе и приключения на колесе мы все равно прокатимся я знаю и смирился стой что это тихо 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 Продолжение следует... Пошли. Прошу, располагайтесь, этот номер для вас. Большое спасибо, мистер Холмс. Устраивайтесь пока. Если позволите, меня ждет работа. Мы с вами еще непременно увидимся. Боже, это номер достойный короля. Или королевы. Хитрец. Вот тебе. Жены так себя не ведут. Эй! Ха! В яблочко! Это война. Мне стоит бояться? Еще как. Сдаюсь, сдаюсь. Ладно, ты победила. Ничего не повредила? Только мою гордость. Как насчет перемирия? По-моему, ты задумал какую-то хитрость. Вовсе нет. У меня есть подарок. Закрой глаза и встань к зеркалу. Это так мило и романтично. Если влепишь подушкой, получишь по физиономии. Все нормально? Да. Так. Открой глаза. О, Джефф! Красотища! Спасибо! Ну, победа за мной. Иди теперь, прими ванну. Ну, а что ты намекаешь? Ну, а что это ты намекаешь? Заклинило. Может, толкнуть посильней? Сезам, откройся! Спасибо. Ты побрейся, а я быстренько приму в ванну. И потом устроим рандеву. Я знаю это слово. Что-то неприличное на французском. Кыш, брейся. По-моему, я забыл взять бритву и набор. Их наверняка продают внизу. Не задерживайся там. Не волнуйся. Так, ну вот. Пойдем за бритвой. Так, погоди, там что-то было. Не откроешь, да? Недоступно. Хорошо. Блин, не очень, конечно, так. Готов поклясться, мы шли здесь. Интересно проходить, когда ты уже проходил. Ну, как бы придется. Да и вы, естественно, у меня не остались. Что? Боже мой. Мари! 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 Яркость, конечно, у этой игры проблем и есть. В коридорах темно, ужасно. Здесь, допустим, очень сильно светло. Ну, hdr я отключил, потому что с hdr вообще невозможно играть. Точнее записывать. Это ты, милый? Джефф? Ну, по ботинкам же видно, что это не Джефф, но... А, ты решил поиграть в другую игру? Кто это тут подглядывает? Ну, скажу сразу, если расслабиться и остаться в одной, он ее упопит просто. Что вы себе позволяете, мистер? Холмс? Ну, что вы здесь делаете? Джефф? Я боюсь, он вас не услышит. Нет! Не трой меня! Но я не закончил. Нет! Не дергайся. Так будет только больнее. Что? Что вы... Что вы сделали? Успокойтесь, сэр. Ваша жена немного поранилась. Нормально, сэр, немного поранилась. Да ладно, я вставить. Ваша жена немного поранилась. Сэр, много поранилась. Мама, нет. Мама, нет. Мама, нет. Мама, нет. Мама, нет. Мама, нет. Ты упускаешь последний шанс Пригнаться ему в любви Мари Мари Нет Мари 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 Так, ну Все, наверное, понимают, что это как бы предыстория Тут у нас немножко поучили там, да, там как прятаться Пульс там, сохранять туда-сюда В общем-то здесь на выбор Никакого влияния мы не имеем Поэтому вот так вот Порядок во всем И все в порядке Да, ты погляди О, какая красота Для тебя все лучшее Мама умрет на месте такая Послушайте, мистер, вы здесь работаете? Здравствуйте Приветствую гостей нашего отеля О, 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 О Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да мы знаем кто-то Субтитры сделал DimaTorzok Оно способно вызвать разные чувства Восторг, вдохновение, страсть Да, а еще сомнения, страх, ужас Ваши чувства и ваши поступки повлияют на историю Время от времени вам будут попадаться схемы Они показывают возможные итоги ваших решений Порой самые незначительные действия Приводят к весьма мрачному исходу Вам выбирать последствия Вам отвечать Я не вмешиваюсь Это нарушает правила Я могу лишь наблюдать и фиксировать все Ключевые события О, полюбуйтесь-ка Такая древность Она называется Абол Их клали в рот недавно усопшим В качестве платы Собирайте их Порой они лежат в странных местах Я с радостью выменяю ваши находки Поверьте, вы не пожалеете Что ж, приступим Игра началась Я буду наблюдать И кстати, у вас Меня зовут Кейт Уайлдер Я магистр криминальной психологии Я веду журналистские расследования И борюсь за правду Возможно, вы видели мое интервью в утреннем Чикаго Ну, и даже когда ты просто говоришь, как есть Люди считают тебя стервой Но это не так Да, я не идеальна, как и все Но я стараюсь Так, я Марк Я изучал фотографию в университете Мне очень понравилось И теперь я хочу заняться ей всерьез Ну, да, это типа профессия Я много лет занимаюсь светом Вижу проблему Освещаю Болтать особо не с кем И главное, что тут скажешь Надоело быть одной Простите, надо начать с профессии Или с личной информации Просто, ну, у кого потом будет доступ Не люблю говорить о себе Так, я Чарли Лонид Родился в Англии Но тут уже лет двадцать Прошлый проект шел по плану Мы хотели Задумка была По-моему, просто отличная Но В итоге Вышло не так, как я Надеялся Получилось говно Если честно Мы услышали достаточно Разве? Ха А я ведь едва начал Ваша честь Вы не понимаете С рождения во мне Живет дьявол Я мог противиться Желанию убить Не более чем Поэт может сопротивляться Вдохновению Выройте яму Поглубже И лучше доверху Залейте мой гроб бетоном Закопайте надежней Чем кого-либо другого А потом добавьте еще Бетона сверху Потому что смерть Не помешает мне И дальше убивать Седьмое мая Тысяча восемьсот девяносто шестой Герман Маджет Он же Генри Г. Холмс Был повешен Во время казни Шея сломалась не сразу Согласно записям Он медленно задыхался Более пятнадцати минут Пока, наконец Не испустил дух Первый серийный убийца Америки Признал двадцать семь смертей Но по мере того Как следователи изучали улики Обнаруженные ими в разных городах Число возможных жертв росло Почти двести человек Первый серийный убийца Америки И, пожалуй, самый жуткий Его гроб залили бетоном Как он и хотел Надеялся ли он скрыться От божьего суда Или правда хотел помешать дьяволу Выбраться наружу И снова убивать Ну? Как вам? Если честно, Чарли Это какое-то... Погоди Лонид Энтертеймент Это Чарльз Лонид? Слушаю Можно, Чарли? Меня зовут Грантом Дюмет Чем могу помочь, мистер Дюмет? Вообще-то, это я могу помочь вам Послушайте Я признателен, мистер Дюмет Это звучит прекрасно, но... Я не... Не хочу грубить, но... В чем подвох? Его нет Деньги для меня не главное Мне много не нужно Но своим временем я дорожу Все должно решиться сегодня Я пришлю машину после обеда В четыре Ждите После обеда? На съемки нужно дня два Дергать команду на выходных Гиблое дело Они ребята с характером А без них у нас с вами Ничего не получится Мы... Я вам все объяснил Не тратьте мое время Так присылать машину? Или нет? Да Конечно Мы за Я приведу Обещаю Все будет Ну и вот Собственно Наша компашка За которую Мы Мы Грузимся Народ Да я Не надо Прости Ладно Это просто лампа Которая тебя украшает Можем не брать Хочешь Все будет отлично Но правда Авантюра Веселье Ну чего? Погнали Ура Юху Вау Будет супер А кстати Куда мы едем? Не любишь сюрпризы? Знаете, что напоминает? Не начинай Топику Именно Я Без гроша В кармане Телефон Сдох И мы застряли В сраной топике Я ни при чем Да только ты При чем? Правда Потому что головой Думать надо Так Ладно, Чарли Что мы знаем Об этом парне? Богатый Затворник Одержим Гага Холмсом Явно в здравом уме Мы едем в дом Который он унаследовал От родственника Вот тот был Одержим Холмсом Часть комнат Полностью копирует Замок убийств У Дюмета Есть чертежи Документы Артефакты Я же сказал Это спасет шоу И я не преувеличиваю И это точно не вранье? Просто Поверь мне Простите за секретность Но прежде чем мы продолжим Я попрошу вас Оставить здесь Свои телефоны Это может показаться Странным Ведь я пригласил вас Снимать мой дом на видео Все же я против Любой техники Способны раскрыть Свидения о моих личных делах Или привычках Это мои условия Все видеоматериалы Сначала должны быть Одобрены мной Я требую Конфиденциальности Я настаиваю Что ж он тут хозяин Для нас это Большая удача Он мог просить денег Но не стал Так что мобильники Это фигня Ладно Ради шоу Обещаю Вы не пожалеете Прям как в Топике В игре Очень много диалогов Поэтому Разговаривать во время диалогов Естественно Я не буду Вообще Эту дружку Интересно смотреть Как фильм Если этот чувак Такой богатый Где прислуга Он нам поможет Ага Ясно Не проблема Спасибо, друг Не напрягайся Козел Ладненько Что теперь Хорошо бы начать снимать озеро И общий план Ага Только не в таком тумане Вон Сверху вид будет лучше Там Правда Повыше Но Вид отличный Сможем Поверх тумана Снять Чарли Ты же сам Еще на полпути Выдохнешься Да я в отличной форме Марк Это полный бред Да ладно Идем, Чарли Осторожно там Ну, удачи Идем Сделайте несколько кадров С вершины майника Так Ну, осматривать пока что Здесь, наверное, смысла Нигде нет И пойдем тогда Сразу на маяк Вот Я начал там говорить Про прошлую серию Точнее Про прошлое прохождение Я там находил Эти монетки Нашел их Достаточное количество Там много Короче Но вот Ни разу их не менял Я думал, что они будут Как подсказки В прошлой части Вы где? Идем Вот как подсказки В прошлой части Когда Нам там Бабка там За карты Подсказывала Но здесь почему-то Я так и не нашел Кошмарки Подсказки Опасность Обрушение И он же ничего опасного А знак, что можно Упасть в океан? По-моему Довольно опасно Да ну бросим Просто положено Что-то такое писать Ерунда это А я не согласен Слушай, Марк Я хотел сказать Спасибо за поддержку Какую? Что? За эти съемки? Да за все сразу А то и с кем бывает Трудно Иногда Джейми и Кейт Ни за что бы не согласились Без тебя поехать Я подумал Последний эпизод Был говно Так что Надо работать Ясно Ну да Типа того Ну все равно Буду стараться Как бы осматриваться Везде Понятно, что даже Несмотря на то, что я уже раз Походил Да, начинал Групп проходить Естественно Там где монеты И все остальное Я не запомнил Да, и как бы не пытался Запомнили Если честно Мне просто хотелось Побыть здесь Вдалеке от остального мира Чтобы слегка Сбавить темп Привести мысли В порядок Сбавить темп? Зачем это надо? Да просто Расслабиться Мне этого не понять Сильный был шторм В память о жертвах Страшного шторма 1 мая 1907 года В этот день Погибло 187 Членов экипажа И пассажиров Парохода Осиопея Разбившегося Оскалы внизу Продолжение следует... Кстати, когда закончим Я съезжу На пару недель К родным А как же монтаж? Мне нужно Твое внимание К деталям У меня сейчас У нас и так Куча проблем, Чарли А, да Ладно Поезжай Возьми пару недель Разгрузи голову Спасибо С монтажом Я справлюсь Сделай, как я Возьми отпуск Тебе есть Кого навестить? Ну, так Никакой миссис Лонет Не завалялась Случайно нигде Женат на работе Женат на работе Как мы делаем в браке Чтобы Если сравнить с реальным браком Весьма неплохо Я понял Женат на работе У меня почему-то сам идет вперед Тогда я Даже не жму Туда наверх я не могу Так, ну-ка Погоди Блин Через другую пробую Запустил джойстик Короче, чтобы Ну, чтобы Вибрация там была И все такое Может, это она глючит Мне кажется Я даже если вперед Не жму По-моему Он сейчас Все-то там На, бля Я знал Я поздно Помню Этот манекен Стоит Типа Отдыхает Наверное Часть старой экспозиции Да Скорее всего Нет Вроде Останавливается Ну, ладно Ну, ладно Ну, ладно Друзья От PlayStation У меня От четвертого Сюда подключил Идешь? Да Просто смотрю на свет В тумане И как это впишется В шоу? Да я так Пошли Типичный фотограф Это просто так Не выключить Есть много Пересечений между Творчеством И Работой за деньги Ты уверен? Скейт вы как-то Не очень удачно Переселились Мы решили сейчас Не трогать эту тему Главное Чтобы работать Не мешал Закрыто Ладно Найдем обход Уверен? Нет Но надеюсь Так А как я прошлый раз Пошел Что-то я не помню Я по-моему Как раз таки Ушел вон туда Сейчас посмотрим Погоди Где-то здесь По-моему Я нашел Вот здесь Вот за этим домом Там будет Лазеек Или нет Нет Блин Тут по-моему Как-то Это Два пути Блин А зачем Я как-то сюда Приходил Подвигать Здесь Ничего Нельзя Так Ну ладно Еще У меня По-моему Не работает L1 Это Бег Нет Постой Что-то По-моему Строго Закрылся Рыбозавод Как интересно Да Он ее отпускает Так Стой Тогда Ладно Так Пробуем Сейчас Без прогиби Без этой Без нее Вроде Работал Джойстик Нормально Не отпускал Кнопку Да Вот Видишь Red Lake Пост Рыбозавод Закрылся Так Ну это мы Осмотрели Это чисто Так и Протестировать Джой И теперь Да И все И прошла Вот эта фигня Что он Сам Ходит Значит Дело Было В программе Хорошо Ну Вот здесь Я пролазил Да При прошлом Прохождении Ну значит Там Просто Какой-то Дом Пока Мы Куда Пройти Не Можем Может Я Там Что-то Не Нашел Прогу Продолжение но так и вибрации на джойстике нет ну как бы хрен с ним древняя штука ну а вот она первая монетка какая-то монета за оба вы можно открыть диорамы вот смотрите как этот монет эй извини если кажется что я придираюсь без тебя этого шоу бы не было это не так я может за рулем смысле за рулем лонит интертейм но за двигатель отвечаешь ты это не так устроена господи вот и хвалий вас после этого спасибо чарли я понял так пусть стороны Подумаешь, вошли через окно. Это предсказуемо было понятно, что в начале игры нас тут никто сейчас не преследует. Туда-сюда. Все нормально. Но место все равно, я бы конечно если бы попал бы в такое место, я бы решил, что надо отсюда валить. И штаны поменять тоже не мешало бы. Ну вот, как тебе такая картинка, ты бы остался после этого? Вот тут сразу понятно, что тут что-то не так. Чарли, что ты мне это за храни нравится? Просто у кого-то такое хобби. Не дрейфь. Ну и хобби. Тернулась. Что? Та штука двигалась. Там же видно, что внутри там какой-то шток был. Так, мы свет не можем врубить. Видимо пока нет. Смелка. Смелка, телка, билка. С тобой хорошо. Посмотри. Идеально. Точно. Снимай. Сделай панорама озера, пока остров не окажется в кадре. Потом укропнение на маяк. О, это за нами. Идем. Пора назад. Это он? Не знаю. Я его раньше не видел. А откуда он вообще узнал про наше шоу? Я как-то не спросил. Стремно. Так, ведем себя хорошо. Здравствуйте. Мистер Лонид? Он сам. Я Грант Эм Дюмет. Поднимайтесь на борт и отправляемся. Это Марк? Марк. Эрин? Джейми? Да, мы. А это у нас Кейт. Рада знакомству, мистер Дюмет. Не терпится увидеть все, что вы для нас приготовили. Мы вам очень благодарны. Приятно познакомиться. Ну что же, отправляемся? Еще раз большое спасибо за предоставленную возможность. Не стоит. Вы, кажется, говорили, что ваш двоюродный дед... Давайте сперва доберемся. Я все расскажу на месте. Да. Радуются. Не понимает, что их ждет. Не понимает, что их ждет. Не понимает, что их ждет. Давайте пойдем к отелю. Держитесь рядом. Не расходитесь. Очень прошу. Здесь что, опасно? Нет. Ну что вы? Точно? Вы как-то не уверены. Вам ничего не грозит. Просто если что-то случится, до больницы добираться долго. Так что... Осторожней. Здесь даже муха без спроса не пролетит. Боже. Сюда. О сумках не волнуйтесь. Их принесут. Так, ну раздражаться не будем. Ведем себя пока хорошо. Вдох и выдох, Чарльз. Постарайся не выкошлить свои легкие. Справлюсь. Просто представь, что наверху тебя ждут сигареты. Ты прав. Он явно всерьез подошел к защите. Кого он так боится впустить? Лучше спроси, кого он не хочет выпускать. Джейми. Это я так. У Жастиков насмотрелось. Он просто любит быть один. Мы давно это знали. Давно? Это типа часа два. Просто иди. Марк, возьми камеру. Хочу тут записать вступление. Несколько кадров на подходе к дому. Весь путь не надо. Кейт пусть говорит на камеру, дальше я буду показывать. Меня не снимать. Я не должен попасть в кадр. Вам понятно? Я очень закрытый человек. Конечно, мистер Дюмэй. Тактичность креда лонит интертеймент. Вступление делаем стандартное, Чарли? Ну да. Свет норм. Все готово. Эрин? Звук в норме. Ладно, тогда поехали. А лицо Кейт готово? Слышь, я всегда шикарна. О, ты что, пытаешься мне понравиться? Камера пошла. Звук. И? Мотор. Я нахожусь на частном острове, где якобы хранятся предметы из кровавой эпохи Генри Холмса. Сейчас я иду к дому. Супер Кейт, теперь повернись к дому. И медленно иди. Блин, ну это не медленно. Так, все, хватит. И снято. Нам правда, пора идти. Как скажете, мистер Дюмэн? Сюда. А ты пока еще поснимай. Конечно. Чел довольно подозрительно себя ведет. Вот я бы сразу бы заподожил. Какого хрена он на нервике, а он куда-то спешит? Мы уже прибыли, тут как бы уже все. Мистер Дюмэн нас сильно ограничивает. Это точно. Осмотри ты пока все. Но тихонько. Он имеет право на секреты. Он странный. Я хочу узнать, что он скрывает. Чего ты от меня хочешь? Того, что ты сделала с копами в Глендейле. Серьезно? Ах ты ж черт! Что с тобой? Ты чего? Споткнулась о свое эго? Нужно отвезти ее в отель. Не могу пошевелить. Джейми, побудь с ней. А че я? Ты можешь помочь. Помнишь, как в тот раз? В Глендейле. А, точно. Окей. Мы сейчас принесем вам лед и бинты. В отеле же они есть? Да, есть. Тогда идем. Что происходит? Идем. Я потом объясню. Я тоже всегда в кармане с собой отвертку ношу. Ну так. На всякий случай. Посмотрите остров. Ну вот, на этом предлагаю первую серию закончить. В принципе, и тогда у меня на этом первая серия закончилась. Как раз я хочу посмотреть сейчас объем, который у меня получился. Грубо говоря, почти час до АС поснимал. Ну вот, но в 4К там сумасшедший объем. Я думаю, сейчас где-то гигов 120 будет, не меньше. Вот, поэтому всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.